Сбор даистанской молодежки перед первенством России уже по традиции проходит на пригородной базе в Махачкале. Две недели борцы в основном работали на ковре, проводили учебные схватки, оттачивали технику и тактику. Все шло в обыденном режиме, но новость о допуске россиян к юношеским соревнованиям дает надежду и другим нашим командам. Теперь, говорит Шамиль Кудея Магомедов, тренируемся с повышенной мотивацией. Конец сбора, сейчас уже вторая неделя, это подводка, кому вес погоняет, кому придержать. В принципе, ребята нормально себя чувствуют, у нас в таком необычном режиме сбор прошел, потому что месяц Рамадан, ребята держат пост. План, я думаю, вот эту планку, четыре золота, они нельзя меньше спускать эту планку. Тем более, сейчас юноши задали высокую планку, и мы как-то плохо не имеем права выступить. Думаю, минимум четыре, может быть, больше будет у нас медалей. На это мы рассчитываем, на максимальный результат. На самом деле, даже вот мы, тренеры, даже почувствовали мотивацию, то, что эти ребята... Два года мы практически ездили на сбор, и не было международных стартов, и ребята не горели. На самом деле, у них не было такого, знаешь, огня. В этом году, я думаю, будет все по-другому. Даже этот старт у нас по-другому пойдет, ребята уже будут по-другому, конечно же. Международные турниры – это, на самом деле, мотивация для ребят, уехать. Финальный этап подготовки перед главным стартом сезона у юниоров, так же, как и у наших юношей, выпал на освященный месяц Рамадан. Постятся все без исключения. Наставники вошли в положение и подстроили под борцов график тренировок. Несмотря на некоторые послабления, на ковре выкладываются все. Утром у нас прогулка, обедом у нас легкая игра, вечером ковер, да и в таро. Ну, нормально. Все готовы, со всеми разговаривали, все заряжены еще на первом месте. А вот мы с Рамадан накладывают, наверное, какой-то отпечаток все равно, да? Ну, чуть тяжело, да, все равно сказывается на тренировках. Ну, тренера тоже вошли в наше положение. Особо не нагружают легкие тренировки, делаем по вечеру, вечерний склад. Этих легких тренировок было достаточно, чтобы был старт сезона, первенство России? Ну, юношам же достаточно было. Думаю, нам тоже хватит. На одну из тренировок молодежной команды заглянула целая группа борцов из взрослой сборной. Чемпионы России, Европы и мира. Здесь юниоры могли проверить свои силы в схватках с молодыми, но уже маститыми борцами. Обмен опытом в преддверии ответственных стартов будет полезен для обеих сторон. В конце месяца Абазгаджи Магомедов, который только недавно вернулся в строй после перенесенной операции, проведет схватку в Лиге Поддубного. Зашли к Абазгаджи, гости Абазгаджи всегда нас тепло встречают, потому что мы 2016 года вместе с ним. И Абазгаджи всегда интересно бывает. И, конечно, молодежь тоже растет. Мы всегда искали с кем поработать, даже иногда стеснялись к ним подходить, потому что как-то неудобно было. И такой новичок, они уже ведущие борцы. И мы им очень благодарны, что они с нами становились, мы опыта от них набрали. И, аль-хамбду, уже сейчас сами даем то, что можем. Ну, восстановление было чуть трудное, я особо кушать не мог. И вот так уже хорошо остановился, тренируюсь. Но еще полностью в форму не вошел. На прошлогоднем первенстве страны в Каспийске золотыми медалями отметились четверо юниоров. Из них трое уже перешли во взрослую команду. Такая смена поколений не должна сказаться на итоговом результате. Тренеры уверены, в нашей сборной всегда есть кому побеждать. Ну, ребята делали то, что могли. Мы поняли полностью объем работы. Ну, какие-то причины есть. Вот видите, сидят ребята сейчас. Да, вот глотки делают. И целый день держат урозу. И тренироваться в объеме два раза в день очень тяжело. Я их понимаю. Ну, будем надеяться, что все лишнее поможет. Хочется, чтобы в таком спартамском условии, чтобы они стали чемпионами. Не могу сказать, что явных лидеров команды есть. Есть темные лошадки, которые могут в любом ситуации где-то выстрелить. Есть ребята перспективные, хорошие, с юношей, которые пришли. Надеемся, что они не подведут и выступят не хуже, чем в прошлые годы. Двухнедельный сбор на базе в Карамане борцы завершили контрольными схватками. В Якутсквольники отправятся несколькими группами. Первая – транзитом через Москву, вылетит 12 апреля. Первенство страны стартует 14 апреля и продлится три дня. Курбан Рагимов. Специально для Wresdag.ru.